Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. В первую очередь, давайте почитаем вопрос. Он звучит так. Как вести себя с бывшим манипулятором? С бывшим тире манипулятором. Так звучит вопрос. Но в самом тексте вопроса автор пишет, что удалил его, потому что не выдержал общения с ним. И спрашивает, правильно ли, если людям скажет правду о шантаже и что он дурак. И вот непонятно, вы с бывшим себя вести как-то хотите? Или вы с другими людьми по поводу бывшего как-то себя вести хотите? Вещи это разные. И с этим нужно определиться. Дальше. Ну, я думаю, что если вы про кого-то скажете дурак, то это будет, в общем-то, перенос. Так обычно это воспринимается. По крайней мере, людьми адекватными. То есть дурак, если вы про него скажете, будет означать, что вы злитесь, что вам это неприятно, вас это цепляет. А значит, вы опускаетесь до этого уровня. И пытаетесь это обесценить. Выглядит, честно говоря, так себе. Очень и очень так себе. Поэтому этот момент нужно обязательно учитывать. Для чего людям говорить о шантаже тоже непонятно. Если вы имеете ввиду, что он портит вам репутацию, это никак их мнение о вас не изменит. Если люди выстраивают свое мнение о вас, опираясь на мнение другого человека, то о таких людях можно сказать много чего, но только не самое позитивное. К сожалению. Решать это, конечно, вам, как себя вести и так далее. Но совершенно точно могу сказать, что ничего хорошего в этом нет и в общем и целом быть не может. Поэтому вам нужно признать, что данная ситуация, я имею в виду ситуацию, которая происходит сейчас. А просто, так скажем, помогает вам лучше понять, что за люди находятся рядом с вами. Хорошо ли эти люди к вам относятся или не очень? Как они вас воспринимают? Как они к вам относятся? Кто вы для них? И так далее. И так далее. Вот это, пожалуй, то, на что, в принципе, можно было бы обратить ваше внимание. Как мне кажется. Дальше. Если вы говорите о том, что вам надоело быть доброй и тактичной, не будьте ею. Никто вас этого делать не заставлять. Но обратите внимание на одно противоречие. Где вы пишите, что... Решила по старому знакомству не грубить сразу. Но грубить и не надо. Именно грубить. Совершенно не обязательно грубить. Но вот, а четко расставить свои границы с человеком вполне себе можно. Было бы. И в этом не было бы абсолютно ничего такого. Поэтому вопрос остается открытым. Да? Какая ваша позиция? И судя по тому, что я вижу, налицо есть проблема с личными границами. Вот. Это, собственно говоря, то, на что... В первую очередь, я бы хотел обратить ваше внимание. Вот. Дальше. То, как вы реагируете, в целом, на ситуацию, наводит меня на определенную мысль о том, что возможно, только возможно, конечно же. А вы еще испытываете определенные чувства к человеку. То есть, ваш реакция на него в этом смысле вызывает вопрос. Ну, вот, в том смысле, что он вам писал. Вы как-то, ну, узнали от него, что он почему-то будет интересоваться вашей личной, ну, вашей жизнью. Вот. Хотя, что на это в данном случае указывал. Нет, нет, совсем. Понятно. Поэтому я бы, опять же, здесь обратил бы внимание именно на это. В первую очередь. А не жду ли я от человека, ну, скажем так, того, кем человек не является. Это ведь очень важный момент. И нет ли у меня такого, что, ну, вот, как-то, по-прежнему я чего-то жду от него. Может быть, компенсации какой-то хочу. Может быть, может быть, еще чего-то. В любом случае, это нужно, на мой взгляд, разобрать. Потому что ваши отношения здесь к человеку достаточно недифференцированы. И кроме проблем для вас вряд ли. Что-то вам это даст. Да. Сейчас вы перекладываете ответственность за то, что происходит на мужчину. Но проблема остается вашей. Так или иначе, проблема здесь не молодого человека, который, в принципе, единственное, вот, что делает, это продвигает свои интересы. Ну, как бы, хочет и продвигает, вот. Ничего здесь аномального, на мой взгляд, нет. Хочет человек, вот, ну, с вами каких-то отношений. Не хочет человек с вами, ну, интересоваться вашей там, жизнью, например. Конечно, это неприятно. Это правда, что это неприятно. Но, что еще более неприятно, на мой взгляд, то то, что выйдет от человека, как будто бы этого ждут. И вот основной вопрос, который вам, на мой взгляд, нужно себе задать. А чего же я жду? Что мне нужно? Чем я нуждаюсь? Вот. Вот. Ну, на этом, мне нужно обратить, обратить, свое, пристальный внимание. И если вы с этим разберетесь, а вы, в принципе, имеете все шансы с этим разобраться, то, может быть, и не нужно будет никому ничего говорить. То, что вы сомневаетесь в данном случае, как правильно поступить, говорит о том, что, вероятно, вы в себе не слишком уверены. Если вы в себе не слишком уверены, то это, скажем так, вопрос психотерапии, то есть вопрос поднятия вашей самооценки, вопрос работы с вашим восприятием, восприятием себя. Это гораздо важнее, продуктивнее, чем то, что вы предлагаете делать сейчас. А сейчас вы предлагаете делать то, чтобы как-то ставить на первый план других людей, а, значит, быть зависимой в том числе и от него. Вот. Мать. То есть, в целом, мне кажется, что здесь у вас замешана обида на этого человека. Ну, серьезно, вы ожидали, что он поменялся, вы ожидали, словно говоря, что если он был дурачком, например, ну, как вы говорите, то вот сейчас просто взял и перестал им быть. Так это должно, по вашему мнению, работать? Ну, так это не работает, к сожалению. Люди, конечно, меняются, но меняются люди весьма-весьма, так скажем, неохотно я бы такой термин использовал. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.